Добрый день, уважаемые трейдеры и инвестеры! Сегодня 3 июля среда, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс, логотип который, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Напоминаю друзьям, что на этой неделе я записал сотый мастер-класс для инстафорекс, который назвал как запустить и настроить форекс-симулятор на новом билде метатрейдера 1420, чтобы он работал, приносил вам радость и умиротворение. Соответственно, вы можете посмотреть, забив вот это название в ютубе и, собственно, пополнить свои знания, а также скачать этот симулятор и настроить его в рамках инструкции, которая также будет находиться в файлике, который вы можете скачать через телеграм-канал, который находится в описании под этим видео. Добро пожаловать! Третье число. Сегодня среда и сегодня в США, друзья мои, день независимости. Undependent, насколько позволяет мой английский, раннее закрытие. То есть, сегодня нужно сказать, что в США на выходной. Вот, но новостюхи сегодня выйдут в пятна, через час выйдут, то есть, мнение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Дичь еще та, это ADP, вообще, мне кажется, это какая-то, знаете, организация, которая, организация фантазеров, которые предполагают, какая будет занятость, если официальная будет в пятницу. Зачем что-то предполагать среди недели, вообще жесть просто. Но в любом случае, дальше еще хорошие числовые новости, и еще и запасы нефти, и еще и фомочки 21. То есть, прикол, короткий торговый день в США, но при этом протоколы будут озвучены. Я думаю, конечно, рынок будет будоражить, и на этом, кстати, можно заработать. Давайте посмотрим на графики. Поехали. Так, начнем мы с котировочек золота, который сегодня дали, прям лонгового дрозда. Вот, до шортового слома чуть-чуть не достали, но в целом, в целом прям впечатляет. Вот, правда, внизу оставили кучку денег, это очень странно. Вот, но я ждал, конечно, ценничков именно на вот этих границах, пока к ним еще не дошли, но посмотрим, посмотрим. Что меня смущает по золоту в первую очередь? Я, конечно, за лонги, все это понятно, но вот количество денег, которое было оставлено на патировочке 22.75, оно меня поражает, потому что с начала мая по начало июля два месяца здесь не выбивают стопы, это очень странно. При этом шортовый слом один удержался вот здесь вот, второй может еще удержаться, но если вы прям медведь-медведь, то вы можете сыграть вот в такую игру, не попытаться забрать вот эту ликвидность, а при этом промежуточной целью будет вот эта площадка. Как вариант, присмотритесь. Так, инструмент под названием фунт-доллар, еврик у меня куда-то пропал, давайте его сейчас вытащу на свет божий, я его недавно случайно удалил, потому что ставил на нем какую-какую софтину. Иди, дорогой, на родину в начало нашего чарта. Так, значит, что у нас еврик, я ставил четверочки мои любимые. Еврик растет, вот я предполагаю, что та инициатива, которая произошла у нас в конце, ну в начале этой недели, там связано с французскими вот этими историями, она все-таки может породить вот эту первую волну в рамках трехволновой структуры. Ну, собственно, как я и говорил, обычный четырехчасовой слом, ничего такого нет. Ждем перехая, ждем тестов вот этих сломов и, собственно, основного здесь. Может пройти, может нет, но по большому счету те, кто охотился за этим экстремумом, свое забрали. Нового пока прям ничего такого красивого нет, потому что есть неплохие стапы в других инструментах, поэтому ослабление баксов лучше отморговать через другие инструменты. Пунтик, он тоже подрос, но подрос очень коряво, очень коряво, то есть какие-то прям супер движения, оставил внизу тоже площадку, не пробил ее, побрил сверху, побрил снизу, в общем таком в британском стиле, поэтому с этим инструментом пока ничего любопытного нет, кроме хороших целей, качественных целей на хаях, это 1.28.900, хорошее место для фиксации лонговых позиций. Австралийский доллар мне нравится больше всех сейчас, потому что он вчера героически удержал свой лонговый слом, вот, и, собственно, идет потихонечку в свой тузимун, который, я надеюсь, как минимум вот эту площадку все вынесет, лонговый слом удержался, и я надеюсь, что вынесет и основные цели по уровню 0.69, то есть я продолжаю топить за глобальное ослабление американского доллара через разные инструменты. Доллар-канадец тоже рисует бугры, так называемые пузыри, эти все пузыри это предвестник, друзья мои, ослабление бакса, то есть видите, бакс только пытается укрепляться, падает, укрепляться, падает, укрепляться, падает, и вот эти вот бугры, пузыри там, не знаю, горбы верблюдов, говорит о том, что силушки-то уже и нет, ну вот, и я думаю, что по вот этой ликвидности все пролетит только в путь, вот вопрос просто цены захода, ну, к примеру, на 4, чтобы, чтобы что-то пытаться, ну, даже через 15, если узреть, то шартовый слом находится гораздо выше, то есть если хотите продать этот инструмент, делать нужно от этой зоны, вот, но тогда она будет рентабельная при цене вопроса, к примеру, там 200 пунктов забрать, ну, хотя бы тысячу, 4-5 к одному, доллар-иена, доллар-иена продолжает доллар-иена расти, естественно, фьючерс 6G падать, кто-то не может понять, что происходит, вот, я еще раз повторяю, что в принципе это нормально, доллар-иена может таким образом двигаться чисто экономически вполне объяснимо. Банку Японии выгодна эта девальвация, также абсолютно как и выгоднен, выгодно ослабление курса рубля Российской Федерации, к примеру, абсолютно одинаковая закономерность, абсолютно одинаковая. Если страна получает экспорт в баксах, вот, то ей выгоден низкий курс обмена внутри страны, а все абсолютно зеркально. Да, иногда, соответственно, регулятор вмешивается и получаются вот такие вот проходы по 5 косарей, но когда они появятся, конечно, сложно сказать. И единственным вот предвестником возможных интервенций является сама кульминация движения, то есть мы можем расти вяленько-вяленько-вяленько, потом пойдет какое-то мощное ускорение и вот после него, как правило, потом идет обвал, но я вам об этом не говорил. Так, что касается нефти, нефть, конечно, мрачно растет, все это здорово, но заработать на этом я пока не понимаю как, то есть какие-то хорошие целевые зоны нет, сломов тоже нет, поэтому мы пропускаем этот инструмент. Биткоин, биткоин прям опечалился, напечалился, подвалил, мама не горюй, сломал свою бычью тенденцию, у него теперь шортовая история. Пробил тут много чего, я думаю, что причин вы найдете массу, но пока стоит на лонговом сломе, цели есть у нас наверху. Если хотите продавать, то шортовая зона, зона принятия решения для открытия шортовых позиций находится здесь. Для покупок пока я бы на воздержался, если у меня были лонговые позиции, наверное, прикрылся, потому что вот тест вот этой зоны, он уже был раз, он уже был два, это уже третий тест, то есть скорее всего если он еще не удержится, то это все полетит дальше вниз и для шортовых позиций вот это, вот этот шортовый слом будет адекватным. Индекс бакса замедлил свой рост, вот надеюсь на падение внизу куча денег, жду шортового слома для принятия решения открытия коротких позиций. Так, что касается индексов, индекса прям подчуяли, подчуяли слабость бакса, все, все начало опять переть как танк, все это круто, кстати интересно, обратите внимание как на значок, на значок лонговый слом держал, красавчик, просто красавчик, это было прям феерично, те кто торгует слома, такое при рисках там сколько там 1200, а тейк будет уже за пятюню, друзья мои, 4 к 1 на дороге не валяется. Газик, газик валит, это хорошо, если будет хорошие ценнички и запас времени под экспирацию, то можно будет покупать, пока не трогаем. Доллар-франк подрастает, в рамках доллар-франк и дальше кроссом интересует рамках сеточного метода торговли, ждем захода в интересную зону для открытия сеточных позиций, контр-трендовых пока еще сюда не дошли. Канадец-франк, напоминаю, кстати, масса площадок, скорее всего это будет вынесено и можно будет поработать в эту сторону. Кат-иена, все что связано с иеной, естественно, мрачно растянуто, ждем, когда банк Японии очнется и даст пинка. Австралийц-канадец очень вяло растет, но каких-то четких классных экстремов для набора сеток пока не вижу, поэтому этот инструмент не интересен. В отличие от новозеландца-франка, который мы будем продавать немножко выше шаг, не менее 500, самый близкий к набору сеточных позиций является австралийц-новозеландец через уже меньше тысячи пунктов для открытия набора шортовых позиций. Еврокат пока у нас подсыпает в диапазоне, трогать мы его не будем, если речь идет о сеточных позициях. Диапазон пока не понятен для меня, где его брать, где его колдовать, но примерно в этих зонах можно стартовать набор сеток лимитных покупок-продаж шаг не менее 1000, инструмент залетный евро-франк после теста своего лангового слома, продолжает рост. Для сеток набор выше, для тех кто купил на сломе выход на пробой вот этого импульса. Евро-Ауди пока спит, вот ждем границ диапазона, пока еще не дошли. Так, ну еврокатик я уже по-моему озвучивал. Так, давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube канале по вчерашнему видео. Так, у нас 600 просмотров, у нас комментариев нет, ну и слава богу. Напомню, друзья мои, что под каждым видео с моим частью есть масса полезной информации. Есть тайм-коды, с помощью которых можете путешествовать по моим валютным фантазиям, есть почта для связи, которую я сегодня прочитаю. Есть телеграм-канал по трейдингу, который мы наполняем интересными темами и проводим конкурсы. Телеграм-чат по трейдингу, где ребята общаются и побеждают в этих конкурсах, зарабатывают каждую неделю по 50 американских долларов. Напоминаю, что с Instaforex у меня открыта уникальная партнерская программа, через которую вы можете не платить свопы, торговать на ультра-спредах и попасть в мой закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока!